Друзья, всем привет! Очередное путешествие выходного дня и направляемся мы из Латвии, города Риги в зоопарк Цирули. Ориентировочно это 190-170 километров, в зависимости от какой части города вы выезжаете. И занимает, как правило, два с половиной часа. Ну, казалось бы, безумие, но тем не менее посмотрим, чем там заняться. Итак, мы добрались. Сэкономим уж время. Находимся на парковке. Парковка примерно на 50-100 машин. Подходим к счету и смотрим, сколько же стоит вход. Вау! 5 евро взрослого, 3 евро с ребенка. Ну что ж, кстати, рецепшн, касса довольно очень прикольно сделана. Работает с 10 до 6, как мы можем видеть. Очень симпатично, как к бабушке на деревню приехал. Первым делом надо сходить в туалетик. Смотрите, какой замечательный здесь туалет. На входе такая инсталляция, что ли, из РОК. Тех животных, которые, видимо, здесь находятся. Ну и такой интересный деревенский туалетик. Заходим, так все миленько, простенько. Надо помыть ручки, продезинфицировать. Все-таки пандемия сегодня, ну, говорит. Вот интересная мебель. Ну, это делюсь первыми впечатлениями. Мы только оплатили вход и только-только заходим. Итак, здесь, видимо, живет какое-то животное, но сегодня не судьба. И второе животное тоже не судьба. Мы приехали, довольно жарко было, и поэтому вот здесь неправильно сформированы клетки, потому что животных можно видеть не всегда, а дети приехали, готовы к общению, к встрече с животными, и не во всех клетках они есть. Что же, не отчаяемся, двигаемся дальше. Увидели ослика, сумасшедшего ослика, такой красивый ослик, который бесился на полянке, и дети его увидели издалека. Это первое животное, которое мы здесь увидели, и нам показалось, это его очень интересный. И ослик такой прикольный, и так он резвился. Какие-то инсталляции интересные. Это мы вместе с вами входим в Сырули. Птички поют. Кстати, Сырули, насколько я помню, в переводе с латышского жаворонок. Не переводится название, безусловно, но в русской версии это могло бы называться жаворонки. Второе животное лама. Ну, нам понравилось, наконец-то мы увидели животное, мы ведь приехали в филиал рижского зоопарка, и ожидали здесь, конечно же, что-то похожее на рижский зоопарк. Но пока нам посчастливее все видеть только милую ламу, которая нас ждала. И она нам понравилась. Хорошо, что мы были одни, мы приехали с утра, и поэтому, если бы людей было больше, а лама одна, нам бы ее не хватило на всех. Огромные клетки для кроликов, странно, для филиала рижского зоопарка, ну, ладно, кролики тоже милые животные, прикольные, и мы пока ориентированы на детские ощущения. Ведь в зоопарк же не едут взрослые, правда? А едут дети, вывезете детей, хотите, чтобы они радовались, и дети пока реагируют шикарно, а мы можем видеть, что у нас разновозрастные детки, да? То есть, 4 года, 9 и 14, и пока мы довольны, пока нас все устраивает, но мы в предвкушении того, что мы идем, обязательно увидим что-то еще большее, продолжаем двигаться, но вот что-то не везет нам сегодня, одни пустые клетки нам попадаются, и вот редкий ослик, и то не хочет к нам идти, что-то его пугает, и он даже не хочет попросить у нас еды, странно. Видимо, филиал рижского зоопарка всех зверей забрал к себе в Ригу, потому что ослик, ламы и кролики, а мы гуляем уже порядка 25 минут. О! Ты не знаешь, где животные, кстати, здесь у вас? Ну-ка, расскажи нам, дружище. И почему-то ты тоже один, хотя индюки такие стадные животные, птицы. Территория гигантская. Территория огромная, и я думаю, еще что-нибудь увидим. Что-то там есть интересное. Альпаки? Альпаки, привет! Как пожелаете? Место для диких свиней. Экспозиция закрыта во время чумы. Странно, чумы уже давненько вроде как про нее никто не слышал. А вот это вообще самая интересная вещь. Здесь живут редкоземельные древесные лягушки. Ловлю себя на мысле почему не было раньше видео о зоопарке Цирули. Ну, теперь такое видео появится. Смотрите, пришел в зоопарк для того, чтобы посмотреть на лягушку, мох, комара, муху, которые вот в том лесу. В этом загоне, например, есть дикие свиньи. Экспозиция закрыта ввиду того, что свиная чума свирепствует в Латвии. Территория гигантская, просто огромная. Ходи, не хочу. Если мы отъедем отсюда немножко до литовской границы и посмотрим, как литовцы делают свои зоопарки, это круто. Поэтому здесь две мысли. Либо он действительно государственный филиал рижского зоопарка, а везде, где государство командует, там в Латвии все одинаково. Либо даже не знаю, что сказать, но нам это место доставило удовольствие однозначно. И оно доставит вам, если вы, например, едете отдыхать в Лепую и заскочили сюда, как разгрузить просто ножки, глазки, ручки, два с половиной часа езды, если у вас дети до десяти лет, вам может показаться особенно на такой жаре не очень комфортно. Поэтому так просто для лишней эмоций, да, почему бы нет. Но стоимость 12 евро семейный билет немного неадекватная, честно говоря. Хотя в принципе он нормальный, позитивный, но больше потому, что у нас хорошее настроение и отдельно планируют поездку в Цирули как отдельная достопримечательность пожалуй не стоит. А заодно по пути почему бы нет. какой вредный дядька в лес и все испортил. Ну видимо иногда лучше жевать чем говорить. На самом деле да, было бы настроение смотрите как классно сложено из полевых это полевые камни найденные на месте башенка в которой как будто бы живет принцесса. Да? Это действительно шедевр посмотрите там раствора даже практически нету и это очень сложная работа очень редкая вместо окна вставлены бутылочные горлышки ну действительно интересно а посмотрите на этих милых совет которых мы нашли буквально в паре тройки километров от того места куда мы зашли потопать конечно же до них пришлось на жаре мы вспотели конечно очень сильненько но вот такой интересный редкий советник также там живут всякие орлы орланы и разные редкие птицы мне понравилось вот эти заросли хостов лаванда если сюда приехать в июле августе это прикольно это красиво уже потом я вычитал что этот зоопарк интересен тем что вы берете рюкзак и просто долго ходите тем кто хочет долго ходить и чтобы потом что-то появлялось у него как картинка это зоопарк для него то есть прошли 5 километров посмотрели на козочку и хорошо прошли еще 5 километров увидели оленка оленелка да и замечательно но с маленькими детьми конечно вы вспотеете вот эти все километры проходить если вы там на диете спортсмен худеете наверное да прикольно а вот так идти по 5-10 километров чтобы увидеть там грибу какого-то непонятного животного да очень странно почему здесь мало животных их очень мало вот вы видели практически всех животных неужели в Рижском зоопарке не рождаются каждый год какие-то редкие животные которых можно вот сюда на эти большие пространства выпускать да медвежонок нас порадовал безумно особо было нечем просто радоваться и поэтому медведь зашел как никогда около медведя была огромная корзинка на сбор средств для помощи животным и Мишка отрабатывал как мог эти средства на самом деле если едете из Лепы в Ригу проехали уже 200 километров ну что детей мучат лучше вот так вот поеду лазить посмотреть большое большое наверное поле для развития у этого зоопарка может быть когда-нибудь он и разовьется до полноценного коммерческого зоопарка но сейчас очень странно как он не банкротирует потому что иметь сотню гектаров и при этом 3-4 животных это очень странно хотя все есть для того чтобы здесь был полноценный действительно зоопарк и неужели на самом деле животные не рождаются в Рижском зоопарке каждый год десятками потому что не надо их продавать и выпускать вот сюда на волю нашли вот такую штуковину жалко что она одна на всех видимо не хватит если будет много посетителей ну мелкая забавлялась как должно быть довольны мы посещением этого местечка ранее уже высказал как отдельно взятое путешествие нет смысла создать рядом с трассой съехать почему бы нет позабавил меня интересный в такой туалет смотри типа сварчик ты подходишь к нему и на уровне вот шеи у тебя вот прям смотришь в лес а там буренки пасутся пока ты в писсуар делаешь свое дело и где-то сейчас пройдет пастушка ну должен быть какой-то позитив от любого места ну к сожалению ничего другого я не увидел пастушка ушла и наше видео собственно говоря заканчивается по крайней мере вы увидели обзор зоопарка Цирули рижского филиала а сейчас реклама самой позитивной страны Латвии мы остановились на коротенькое отдых а движемся мы в Лепую следующий ролик у нас будет о Лепии вот там нам точно будет чем заняться так что до следующего ролика спасибо что досмотрели до конца всех благ вашим семьям пока пока